После официального торжественного открытия республиканской акции Пинск к своему главному титулу столицы Полесья добавил почетное звание культурной столицы Беларуси 2019 года. Присвоение статуса важно и значимо для всех отраслей города и для каждого пинчанина. В течение этого года нас всех ожидает настоящий фейерверк ярких и незабываемых событий, которые обязательно войдут в летопись нашего города. Как мы готовимся и что уже делаем для того, чтобы полной была палитра праздника длиной в год, вы узнаете из интервью нашего корреспондента с заведующей сектором культуры Горисполкома Тамарой Демиденко. Получив столь значимый статус культурной столицы, пинчане взяли на себя и большую ответственность. Теперь перед нами стоит главная цель – познакомить жителей страны с лучшими достижениями национальной и самобытной полесьской культуры. Сделать наш древний город еще более привлекательным для туристов. Задача интересная и многотрудная. В планах – проведение традиционных и новых мероприятий, которые будут радовать пинчан и гостей города. Форум творчества в городе над Пиной позволит лучше узнать наш город, передать неповторимую атмосферу полесья. Приятно то, что еще пинчане сами приходят и предлагают свои видения, свои варианты, чтобы они хотели видеть в нашем городе. Скажем, недавно приходил Андрей Руско, он предложил интересную пленера провести. Собрать в городе фотографов на разливы наших рек, реки посмотреть и сделать интересные фотографии. А в июне месяце художников. Большой очень фестиваль планируем на освобождение города. На июль месяц, 13-14 июля в городе пройдет фестиваль духовых оркестров. В течение года в культурной столице 2019 года пройдет более 400 разнообразных мероприятий. Запланированы фестивали органной и лютневой музыки, которые пройдут в костюле Успения Девы Марии и концертном зале. Лето начнется с регионального фестиваля искусств «Зори над Пиной» и фестиваля уличного творчества «Перекресток». Эти и множество других мероприятий обязательно должны быть на высоком художественном уровне. И немало будет зависеть от того, насколько комфортные и достойные условия будут созданы для артистов и гостей, как будут подготовлены концертные площадки. Мы готовы встречать гостей, готовы их принимать, создать им благоприятные условия для того, чтобы они и в будущем хотели приезжать в наш город. Наш рост бюджетных доходов на будущий год, на 2019, составил практически на 19% больше, чем в прошлом году. Планируема закупка звуковой аппаратуры, светового оборудования и, естественно, конечно, фишка такая – это LED-экран. Для проекции мероприятий, которые будут проводиться в нашем городе, то есть зритель сможет видеть все это на большом экране. Конечно, особое внимание главному учреждению культуры города. Мы продолжаем капитальный ремонт в зрительном зале городского дома культуры. Это замена кресел, это приводим в порядок стены, потолок. Планируется замена окон в музее. Планируется ремонт и в здании Полесского драматического театра, где пройдут театральные дни на Пинщине. В общем, нарядный и ухоженный вид приобретут практически все культурные учреждения города. Особенно отрадно, что участие во всех мероприятиях года большинство пинчан считают своим патриотическим долгом. Многие уже предлагают не только свои идеи, но и готовы оказать материальную поддержку и благотворительную помощь. Мы приветствуем участие и предложения наших спонсоров, индивидуальных предпринимателей, кто готов оказать содействие в том, чтобы наше мероприятие было более ярче, было отмечено какими-то серьезными подарками, сувенирами. Продолжение следует...